Теперь вы видите это. Добро пожаловать на канал «Теперь вы видите это». Часто один из главных героев фильма – это место, где происходит действие. Так же, как герой влияет на сюжет или представляет какую-то идею, так и окружение может определять стиль, настроение или тему истории. Хотя окружение всегда указывает на место и время, есть много примеров, когда место значит больше, раскрывает персонажа, символизирует идею, двигает сюжет или задает настроение. Окружение – это то, где происходит сцена и может быть как космосом, так и пустыней, либо виртуальной реальностью. Проход воспрещен. Часто окружение – это продолжение героя. То, где он живет и проводит свободное время, дает больше информации о нем. Может быть, лучший пример использования окружения для описания героя – это замок Ксанаду в «Гражданине Кейни». Он нелепо огромен, призрачен, уединен и неприятен. В нем много комнат, некоторые почти пусты. Другие доверху набиты безделушками, неважными для Кейна. Он то нежилой, то искусственно завален предметами. Предполагается, что Кейн, который живет тут, очень состоятельный и выделяется на фоне всего мира. Одинокий, пустой и безуспешно пытающийся заполнить пустоту никчемными безделушками. Такое окружение очень контрастирует с уютной хижиной, где он жил в детстве, которая была гораздо более душевной и домашней. Фильм о Шмитти также использует окружение героя. Когда герой представлен в совершенно пустой комнате, о чем это говорит? В трудностях перевода Шарлотта и Боб чувствуют себя чужими в Токио. И окружение усиливает их чувство оторванности от близких. Но вот они становятся ближе и могут совладать со страхами и проблемами. И Токио меняется с темных крупных планом в начале. На четкие и яркие широкие планы в конце такое окружение иллюстрирует развитие героев. Окружение бывает и символом, и представляет какую-то идею. Например, фильм о войне во Вьетнаме часто показывают ее неоднозначной, бессмысленной и запутанной. И эта идея есть в фильмах «Кромешная тьма» и «Опасные джунгли». Где непросто отличить друга от врага. У маленькой «Мисс счастье» конкурс красоты — это порочная американская мечта. Это странный феномен в американском обществе, когда девушки оцениваются за внешний вид. Фильм использует окружение для критики того, как американская мечта ставит неестественные и недостижимые цели. Шоу — представление тех, кто верит этой фальшивой мечте. Члены семьи, отвергающие конкурс красоты и сами определяющие понятия счастья, воплощают идею, что каждый оценивает себя сам, а не коллегия судей. Такой же пример в офисном пространстве, где офис — это место, где финансовая безопасность на хорошей работе выше собственного счастья. Окружение может представлять что угодно. В жизни Пи путешествие героя через океан — это его духовный путь. Хотя это лучше показано в романе, в фильме всё же есть связь между духовным путём через океан и духовным путём в жизни. Важная часть этого пути — это попадание на дрейфующий остров. И хотя герой может выжить на этом острове, это может стать ловушкой. И он не пройдёт свой путь и умрёт в одиночестве, не достигнув цели. Остров — это символ выбора каждого, ищущего оправдание не идти вперёд. Фильм против того, чтобы оставаться на острове. Окружение острова — это препятствие на духовном пути каждого. Так можно никогда не понять, во что веришь, остаться на острове и умереть забытым вдали от цели. Фильм критикует такой религиозный выбор и самим окружением выражает этот критицизм. «Я увидел, как закончится моя жизнь, если я останусь на этом острове, одиноким и забытым. Я должен был вернуться в мир или умереть, пытаясь». При анализе окружения важно знать, чем всё заканчивается — покидают ли его герои или остаются. Самый впечатляющий конец окружения — это его взрыв или сожжение, так как это символ оторжения, того, что это окружение олицетворяло. Оно действует как герой, если оно влияет на сюжет. Оно может заставить людей покинуть остров, убить их или заставить двух персонажей действовать сообща. «Мы движемся!» Герои никогда не могут отделить себя от окружения, и оно постоянно двигает историю вперёд. Не всякое окружение имеет глубокое значение, но каждая задаёт настроение сцене. Жанр нуар создаёт тайну, афёру, помещая актёров в окружение с высоким контрастом и обилием теней. Другая общепринятая практика — это зловещее освещение, которое внушает страх и обречённость часто в комедийной форме. «Время ужина» У режиссёров бесчётное количество вариантов, как передать настроение окружению. Если кто-то поднимается вверх, это показывает его силу. Если кто-то внизу и в грязи — это слабость. «Император Куска» Будь место большое или ограниченное, чистое или грязное, безопасное или наоборот, оно может дать истории бесконечные уровни. Окружение — это недоцененный персонаж. Оно передаёт столько же значений и символизма сюжетных элементов и настроений, как и настоящий герой. Поэтому, анализируя сцену, не забывайте об этом. То, что окружение идёт фоном, не значит, что в нём ничего нет. Спасибо, что смотрите. Перевёл и озвучил Сергей Афонин.